Роман Николаевич Комаров Родмила Владимировна, во время обхода вы мне рассказали про пациентку с опухолью головки поджелудной железы. Скажите более подробно, что за больная, сколько лет? Пациентке 66 лет. Два месяца назад у неё появился кожный зуд. Потемнела моча. Однако объективных признаков, то есть желтухи кожных покровов, не было. И склеры были белые. Желтухи не было у неё? Ну, небольшое желтушное окрашивание, незаметное для самой пациентки и для её родственников. То есть яркого желтушного окрашивания кожных покровов у неё не было. То есть первые признаки – это зуд кожный был у неё. С этими жалобами она обратилась в поликлинику по месту жительства, но почему-то они не обратили на это внимания. Зуд стал настолько сильным, что на коже пациентки оставались синяки от постоянных расчёсов. В поликлинике заподозрили гепатит, но проведённая диагностика не подтвердила эту гипотезу. Верный диагноз поставили в клинике Сеченовского университета. Мы провели её обследование, компьютерную томографию, и в головке поджелудочной железы увидели образование с нечёткими контурами по структуре, неотличимой от ткани поджелудочной железы. То есть контуры были такие нечёткие. В результате ещё нескольких исследований картина прояснилась. В головке поджелудочной железы находилась злокачественная опухоль размером в несколько сантиметров. Рак поджелудочной железы лечится крайне трудоёмко. Это одна из самых трудоёмких в плане хирургического лечения локализацией. Это связано с местоположением органа. Поджелудочная железа находится на самом дне брюшной полости, в окружении множества сосудов и артерий. Если, например, поражена головка поджелудочной железы, то это достаточно травматичная операция. Выбирается желудок, поджелудочная железа, 12-перстная кишка, желчный пузырь удаляется. То есть, как правило, несколько органов мы удаляем. Тем не менее, при первой стадии заболевания, когда процесс локализуется только в головке поджелудочной железы, продолжительность жизни достаточно высокая. Если опухоль распространилась за пределы поджелудочной железы, это ещё больше усложняет операцию, но, тем не менее, не делает её невозможной. Мы убираем головку поджелудочной железы и делаем резекцию сосудов, те сосуды, которые проросла эта опухоль. Мы удаляем сосуды и делаем пластику этих сосудов разными совершенно другими сосудами, например, взятыми из ноги нашей, да, из нижней конечности. Это большая подкожная вена. Либо мы используем алотрансплантаты, гомографты используем для того, чтобы реконструировать или заменить тот участок, который поражён опухоли. Радикальным считается лечение, после которого не остаётся очагов опухолевого роста, доступных для исследования тем или иным методам диагностики. Именно к такому варианту операции стремятся доктора независимо от того, насколько сложную картину видят у пациента. Наши учреждения в основном оказывают плановую медицинскую помощь. Мы берём очень сложные случаи. В основном стараемся помочь тем пациентам, которым отказали в других учреждениях, и как-то разобраться в этом процессе. И с помощью высоких технологий помочь им излечиться от заболеваний доброкачественных и злокачественных поджелудочной железы. Если раньше сложнейшая операция по лечению рака головки поджелудочной железы занималась 7-8 часов, то сегодня время хирургического вмешательства сократилось вдвое. Мы закончили операцию на поджелудочной железе. Операция прошла достаточно гладко. Заняла 4 часа времени. Экспресс-анализ края резекции показал, что там нет злокачественных клеток. Соответственно, при начальной стадии рака операция выполнена в радикальном объёме. Осложнений в послеоперационном периоде у пациентки также не возникло. Два дня после реанимации пролежала, потом меня подняли сюда. Здесь со мной очень хорошо ухаживают. Я даже уже и кушать стала, и сама хожу. Ранняя диагностика рака поджелудочной железы – шанс на долгую активную жизнь для человека с такой патологией. Но так как заболевание вначале протекает бессимптомно, к врачу большинство пациентов обращаются уже на продвинутых стадиях. Лечить заболевание всегда проще, когда оно находится на ранней стадии. Понятно, что можно совершать геройские операции, о которых мы говорили, говорим и будем говорить. В запущенных стадиях заболевания. Но эффективность и результаты лечения лучше, когда это сделано в начале, на самом старте, в дебюте заболевания. Людям старше 40 лет врачи рекомендуют раз в два года делать гастро- и колоноскопию. А тем, у кого в семье были случаи онкологического заболевания поджелудочной железы, можно дополнить скрининг таким исследованием, как эндосонография. Во время этой процедуры ультразвуковой датчик с помощью эндоскопа вводится в полость желудка или кишечника с целью получить более четкие изображения поджелудочной железы и ее протоков. Продолжение следует...